Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал «Конный мир» продолжает свою работу. Вашему вниманию очередной выпуск «Пост-эвент». Мы сегодня, как всегда, говорим о наиболее значимых и важных событиях, которые прошли на различных ипподромах. Ну что же, друзья, уже постфактум, конечно же, еще раз поздравляем вас с праздником Великой Победы, фундаментальный для нас праздник. Ну и в связи с этим, как мы знаем, на различных ипподромах нашей страны состоялись скачки, и в фокусе внимания сегодня скаковой спорт. Будем полемизировать здесь, из московской студии, вместе с Ольгой Полушкиной, мастером-тренером, и нашим постоянным экспертом Евгением Капушевым. Коллеги, приветствую. Ну и что же, действительно, Павловская, Павловская наиболее яркие, быть может, какие-то аспекты этих скачек мы сегодня и будем проговаривать в нашей студии. Ну что же, давайте посмотрим, как начиналось это событие. Ну что же, друзья, все эти кадры попали в нашу прямую трансляцию, и те, кто внимательно следил за тем, как развивались события в станице Павловской, конечно же, получили максимум удовольствия и удовлетворения, в том числе и от тех скачек, которые состоялись. Не правда ли, Ольга, что мы видели по-настоящему очень и очень высокий уровень, и этот уровень каждый раз нас, вот, любители скачек, очень сильно радует? Конечно, да, как заметил Евгений по прямой трансляции, Краснодар сейчас стал уже центром, это уже неоспоримый факт, и лучших лошадей привозят именно в Краснодар и Павловскую, то есть два ипподрома, которые действительно, за которыми сейчас интересно наблюдать, и, то есть, там не бывает каких-то лошадей или каких-то событий, которые не попадали в объективы внимания нашего. А вот нас в кадр сейчас попадает Руслан Круглыхин, которому недавно исполнилось 20 лет, 9 скачек, 5 побед в этот день. Жень, действительно, Руслан, да, мы понимаем, прекрасных скачет на великолепном товаре, тем не менее, его профессионализма, в его-то года и опыта хватает для того, чтобы все делать правильно. Не это ли свойство и качество класса жокея? Ну, разумеется, это. Жокей, как мы знаем, не может заставить лошадь бежать быстрее, чем она способна. Но жокей может испортить, а может не испортить. Таким образом, я всегда говорю о том, что ключевое качество жокея – это не совершать ошибок и не проигрывать те скачки, которые можно выиграть. И Руслан, я вижу, что очень сильно вырос, и я еще раз сакцентирую внимание на том, мы предсказывали, что его жокейский век будет недолгим, потому что он парень довольно крупный. Но вот сейчас Станислав мне сказал, что он в росте остановился, и, в принципе, есть вероятность того, что, и довольно большая вероятность того, что он будет скакать долго и успешно. И радует нас. Ну что ж, друзья, давайте переходить непосредственно к обсуждению тех скачек, ну и, разумеется, которые стоялись на дорожке станицы Павловской. Разумеется, скачка в честь тамплиера «Лучшие лошади» 2021 года приковывала особое к себе внимание. Ну и вот, друзья, давайте я вот несколько провокационный вопрос задам. Собственно, мы видели второй старт тамплиера в нынешнем году, и, как говорят конники, в таких случаях не пошел ли назад тамплиер? Не сложилось ли у вас, Ольга, такого впечатления? Знаете, я что думаю, просто это беспроигрышная лошадь. Ну, для меня, не общавшись ни с тренером, ни с чем, для меня просто, наверное, как и для любого тренера, что-то у лошади, значит, не так. Да, то есть лошадь, которая всегда была беспроигрышная, а тут уже откатывается немного назад, то есть, ну, значит, там есть какие-то вопросы в любом случае. Вот и все. Мы привыкли по прошлому году... Почему я задал такой, еще раз повторяю, провокационный вопрос? Да он не провокационный, а что это провокационный? Нет, ну, лошадь в прошлом году не побеждена. А тут уже вторая скачка и совсем не то, к чему привыкли. И вот он постоянно, как мы помним, диктовал свои условия. Его пытались по-разному на нем скакать и так далее. Но, тем не менее, всякий раз темплиер показывал свой характер, свое желание лидировать и свое желание, еще раз говорю, диктовать скачку. Здесь мы этого не видим. Совершенно не видим. И я лишь повторю то, что говорил в трансляции. В прошлом году и раньше, ну, в основном, в прошлом году, когда он шесть к ряду скачек выиграл, он практически всякий раз демонстрировал даже в избытке волю к победе, что выливалось в том, что Хамзат на нем полдороги был вынужден прямо на прямых ногах ехать, сдерживать его. Сейчас этого нет. Да, сейчас он гораздо спокойней, но он и не борется особо. Вот в чем все дело. Хотя в этот раз он прошел существенно лучше, чем в этот раз. И, может быть, у кого-то возникло ощущение, что вот чуть-чуть бы еще бы он достал. У меня возникло. Но нет, это было совершенно не так. Домбель Барс докатывался, и если бы было надо, он бы выиграл с большим преимуществом. Я предлагаю к нашей полемике сейчас подключить Краснодар, Нина Анатольевну Хохлову, которая, собственно, с верхотуры судейской следила за этой скачкой. Ну и, собственно, Нина Анатольевна, подключаясь к нашему диалогу, сначала про Тамплиера. Ваше ощущение от его двух скачек, которые состоялись в этом году? Добрый день, коллеги. Повторюсь, повторю то, что сказала после первого дня, после 16 апреля. Как-то очень тревожно за отделение Лыкова. Ну вот сейчас, в частности, про Тамплиера. Потому что Вергилий в этот день продемонстрировал шикарную форму. Кобылы выступают неплохо. А вот конкретно по Тамплиеру на себя не похож. Ушла вот эта дерзость. Ушла вот такое впечатление, будто действительно у жеребца проблема. Касательно того, что Томми Лебарса можно было объехать. Мы Руслана поднимали в судейскую. Потому что у него профессия такая. В правилах написано, ты должен ехать в посыле, пока не пересечешь финишную черту. А он там сложился чуть раньше. И, кстати, к вышесказанному хочу добавить, что Руслан, я вот пересматривала трансляцию, вы отмечали, что он насколько грамотный, насколько качественный, в таком лапидарном стиле, но очень информативно он дает интервью после скачек. Вот я хочу сказать, точно так же он вырос в общении с судейской. Если раньше это было вот нерв такой вот, вот такие какие-то детские, то сам, все очень аргументированно, четко, задаешь вопрос, получаешь ответ, делаешь замечание, получаешь правильную реакцию. То есть я согласна с вами, действительно, надо было с Евгением, согласна. Нужно было, он бы добавил. Тут небольшую, на наш взгляд, небрежность продемонстрировал на финише Руслан. Но, как говорится, на итог это в любом случае бы не сказалось. Там прием на себя не похож. Да, он лучше, чем был 16-го, но вот на себя он не похож. Какая-то искра от него ушла. И тут-то Ивану Петровичу думать, думать и думать. Потому что за коня реально тревожно. О ком думать сейчас Станиславу Круглухину, так это о Томеле Барсу, о его перспективах на нынешний сезон. Мы говорили в предыдущей программе, что 2 400 для старта сезона. И в этой связи как бы опасения некие высказывали. Но нет, мы видим, что... Нет, слушай, нет. Это в принципе для всех много. Но Томеле Барс, он же ведь скачет не с гипотетическими соперниками, а с реальными. Для них для всех 2 400. Многовато в начале сезона. Но он был очень хорошо к этой скачке готов. И в принципе, то, что он умеет бегать и дальше, мы хорошо знаем по прошлому сезону. Оля, ну действительно, впечатление сложилось в контексте того, что нам продемонстрировала Томеле Барс. Ну, чувствуется, вот, да, в звездности состава на старший возраст на перспективу прибыло. Потому что мы по прошлому году Томеле, вот он перемежал, да, победы с... Ну, ниже третьего места, насколько я помню, не опускался. Но я, кстати, никогда не считал, что он не дотягивает. Я всегда говорил, Томеле всегда он в обойме. Другой вопрос... Я просто хочу развернуть вопрос сейчас в другую сторону. А сейчас Томи Лин, вот, во всяком случае, по той скачке, которую мы видели, ему по плечу любые призы с любыми соперниками. Вы так, вы разделяете это мнение? Да, конечно, я разделяю. Ну, видно же, таких лошадей, в принципе, стабильных. Видно, что он стабильный, видно, что он адекватный, спокойный, что у него нет проблем по работе. Видно, я даже, вот, если честно, когда увидела записку, я уже не сомневалась, что... Ну, как бы, здесь уже понятно. То есть, когда было открытие в Павловской, потом открытие в Краснодаре, я очень удивилась, почему Стас не выпустил своих основных лошадей. Вот, и, в принципе, он, я думаю, что подождал чуть-чуть. Лошади подошли и выступили так, как они должны были выступить. Провокация в сторону Краснодара. Нина Анатольевна, считаете ли вы, что Томми Лебарс попадет в этом году в сон великих лошадей, которые, в общем, да, не так часто у нас в нашей стране, так скажем, выявляются? Вы имеете в виду итоговое голосование, ну, в номинацию. Мы еще в прошлом году, он был на подступах и сказали, что все, его час еще впереди. Поэтому, да, да, я думаю, он будет в топе. И если все у него получится по здоровью, вот, так что будем обсуждать в конце сезона, я думаю. Тут одна проблема, на мой взгляд, есть, не в Томми Лебарсе или еще в ком-то, а в том, что сейчас непонятно в этом дивизионе, по каким скачкам судить. Нету приза президента, нету Кубка шахтеров. И где эти все лошади должны встретиться? Мы видим, что у нас в этой части календарь очень сильно размыт. Приз города-героя Москвы в прошлом году в Москве стоил копейки, никто не приехал. В Казань никто тоже не поехал. Короче говоря, нет пока что в этом, не видно в этом дивизионе пока что скачек, которые могли бы нам выявить такую лошадь. Потому что мы видим, к сожалению, к большому сожалению, идет перекос в сторону доморощенных скачек, в сторону скачек закрытых для тех ассоциаций, для этих ассоциаций, для коневладельцев такого края, сякого края. И получается, ну вот по прошлому году мы сетовали на это обстоятельство, что не встречались друг с другом номинанты этой лиги, а это высшая лига, чтобы выяснить в очном противостоянии, кто сильней. Биг Брайт, Грейт Виннер, Тамплиер. Они же друг с другом ни разу не встречались. Поэтому очень сложно. И где им скакать, я не знаю, надо об этом подумать, потому что, ну, я понимаю, что нужно развивать отечественное коннозаводство, но, по-моему, уже сегодня настали те времена, когда отечественные лошади высокого класса могут скакать иностранцами. Мы в этом контексте еще поговорим. Да, и так форматировать эти скачки уже, по-моему, не имеет большого смысла, потому что лучшие лошади остаются в конечном счете, по-моему, недоиспытные. Возразить нечего. Давайте выслушаем мнение и вспомним слова, которые озвучил Круглыхин-младший после того, как выиграл вместе с Томми Лебарсом. Лошадь ходовая, нельзя ему мешать. По нему ехать тренер установку дал. Честно сказать, я его не работал. Я даже не знаю, во сколько он голову поделал, я не спрашивал. Ну да, ровно лидировали все. Просто, как сказать, не знаю, даже у меня левую ногу поставил, чувствую, идет, отпустил, дал ему. Ну, пусть идет в таком стиле, примерно, как Конор Де Лорде повторяет. Ну вот, действительно, я хотел услышать эти слова, интуитивно, во всяком случае, озвучил, да, вот, повторяет Конор Де Лорде. И, действительно, нам бы хотелось, да, вот, видеть сейчас в начале сезона тех лошадей, на которых мы будем следить в старшем возрасте, и те, которые будут выдавать нам на гора интересные результаты. И, конечно же, опять же, подтягивая ту информацию, которую ты озвучил, рассчитывать на то, что в нашей стране все-таки появятся дорогие призы, тогда, когда, собственно, лучшие лошади старшего возраста встретятся между собой, выяснят отношения не так, как это было в прошлом году. Итак, Томмель Барс, Тамплиер, Варгас Юниор, Бартин Барс и Дженеритор, к сожалению, был снят вместе с Дронго. Ну что же, вот таким образом закончилась эта скачка. Так, а вот давайте переходить к следующей скачке на Милю, где, собственно, выиграл Вергилий. А, нет, не Миля. Не Миля, прошу прощения, на 2000 метров. И вот хотелось бы сейчас сразу обратиться в Краснодар. И вот, Нина Анатольевна, помните, да, какие авансы в прошлом году Вергилию раздавались? И все-таки его очень и очень высоко ценили и ждали от него результатов в прогрессе. Тем не менее, на Классику он не пошел, но в нем выявились качества... Что не пошел? Пошел. Ну, не пошло. Только неудачно. Да, неудачно, да. Но я имею в виду... Ну, в этом смысле, правильно. Ну, выявились его незаурядные качества Маллера. И вот мы задавались вопросом перед скачкой этой. Станет ли он одним из тех, кто сможет составить конкуренцию тому же Метрополию или Советнику? Вот после этой скачки вы можете это сказать, Нина Анатольевна? Ну, я думаю, да. Вот перед этой скачкой больше ставился... Вот для себя я ставила вопрос. Немного ли для него будет две тысячи? Вот я думала, он так, тысяча шестьсот, тысяча восемьсот. Нет, немного. Выиграл в блестящем стиле. Объехать промастера, извините, лошадью очень сильную, которая концом добавлял. Респект. Вот. Поэтому я думаю, да, он классный Маллер. Я так поняла, из интервью Ивана Лыкова, там задача ставится чуть увеличить заново все-таки ему дистанцию. Ну, я думаю, это тысяча шестьсот до двух, включительно, как оказалось. Ольга, ну вот обратили внимание сейчас, да, на финишный бросок в исполнении Вергиля. Вообще он ровно проехал, фактически с места до беста. Но видно было, что на финиш-то силенок хватает. И действительно, он мог бы еще и любую контратаку отбить. Я считаю, если есть лошадь, которая может бежать тысяч шестьсот и две тысячи, это же все карты в руки на основные призы на Газпромовские. То есть это отличная лошадь, и ему вообще ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Его можно хоть куда. Вот, например, будем так говорить, для меня, вот он, наверное, из Таршаков основной представитель конного завода «Прогресс». То есть реальный, стабильный, который показывает, что он может вот эту мальнерскую дистанцию, действительно, от 1600 до 2000, хочешь, езжай на «Фрагранта», хочешь, езжай на 1600, на «Газовиков». Поэтому очень серьезная лошадь, и смысл ему прибавлять эту дистанцию, если он и так, и то отлично бежит. Азарт-барс, Жень, ты высказывал сомнения относительно азарт-барса в канун этой скачки. То есть они подтвердились? Ну, слушайте, а что я-то? Ладно, я могу говорить, что угодно, но если нам сам Камиль Насибулин говорил о том, что у них в хозяйстве нет возможности голод нормальный сделать. И заранее говорил о том, что не предвидят того, что лошади в этот день будут в наилучшем порядке. Но, собственно, тут добавить к этому нечего. Ну, хорошо, то есть, опять же, выступление азарт-барса не самое яркое получилось. Конечно же, болельщики ожидали. Ну, я бы из этого трагедии и не делал. Я хотел бы все-таки по Вергилию сказать, ключевой момент этой скачки, на мой взгляд, заключается в том, что ехали тихо в начале и дали ему вести по себе. Вот и все. То, что он на 1600 в Вашей лиге, он в прошлом году показал, когда был четвертым на Кубок Майлеров, и советнику он там проиграл вообще сантиметры, они же там все в куче приехали. То есть он на одном уровне. На 2000, если поедут по-другому, поедут трезвые, и тот же самый азарт-барс будет в порядке, я еще посмотрю, каким будет результат. Но то, что Вергилий высший майлер, никаких сомнений нет. Он Лоран Убарс, в конце концов, обыгрывал в Павловской на 1600. Это чего-то достоит. Ну что ж, друзья, еще раз вашему вниманию финиш той скачки. И давайте вместе с вами, вот обмолвилась Нина Анатольевна относительно интервью Ивана Лыкова, давайте его послушаем. Эта лошадь очень такая непростая, очень нервная. Поэтому, как бы он сегодня вел себя, можно сказать, более хорошо, поспокойнее. Поэтому задача была принять и ехать по коню. Единственное, что он со старта цакнул, и он оторвал подкову. Ну, то есть ему не помешало, он на трех подковах выиграл довольно легко. И многие говорили, что он 2000 не сможет держать дистанцию. Поэтому это он преодолел довольно успешно. А так он сам по себе очень такой нервный, но дистанцию 2000 он как бы держит. Хотя задача стоит чуть побольше, но не знаю, посмотрим. А так вообще как бы маляр. Ну и удостоверились, что 2000 хорошо держит дистанцию. Единственное, боялся, что он подкову сорвал. Боялся, что он может из-за подковы плохо пройти, повлияет на результат. Ну, то есть, если он на трех подковах выиграл, то, я думаю, в дальнейшем должно быть еще получше. Ну, вот стоит ли от добра добра искать? Ольга, как вы считаете? Вы как тренер практикуете? Ну, смотрю, у нас часто бывает, если вы сейчас говорите про подковы, часто бывает, если ложь сильная, я просто, да, комментарии дам, если ложь сильная, и на одну эту скачку, даже если она отлетает, она не заметит. То есть, три ноги сцепления есть, одна нога, если ложь сильная, там проблем нет. Ну, от дорожки еще зависит. Да нет, я имел в виду от добра добра. Да, вот мы видим, да, 1602, Вергилий великолепно себя чувствует, комфортно, во всяком случае. Но прошлый год нам показал, ну, ладно, в трехлетнем сезоне, что 2,400 не его дистанция, и все равно, вот, собственно, эксперименты. Ну, я бы, например, я уже на собственном опыте убедилась, что, ну, а зачем? У вас целый завод есть. Ну, смотрите, Иван говорит, чуть побольше. Что значит чуть побольше? Нет, ничего побольше, да. На 2,100 у нас скачек нет, на 2,200 у нас скачек есть, есть только 2,400. Да, да, на 2,400, это, ребята, это прилично. Да, а 2,400, это уже не чуть-чуть, это уже много. Согласен, согласен. Я не знаю, это решать владельцу и тренеру. Я могу лишь просто анализировать результат, вот и все. И я согласен с Ольгой, конь доморощенный, есть у нас, вот как раз для него-то хорошие скачки есть. Вот да. Есть нефтегаз, но, правда, пока еще в этом году положение не подписано, мы не знаем, что там будет. Но, исходя, если мы экстраполируем прошлогодний сезон, ну, если он будет, есть фрагранта. Что вам еще надо? Ну, там, и в Краснодаре полно. Ну, единственное, в Краснодаре, видите, там губернатор. Коллеги, у нас очень много еще скачек. Действительно, держим эту историю на карандаше. Приз победы, подводим итог. Промастер остался вторым в этой скачке. Мы помним, что Промастер великолепно начал сезон, и 2000 свое он отмерил. А он всегда принимает не очень хорошо. Ну, в этот раз он принял существенно хуже, чем обычно. Он корпусов, корпуса 4 подаил, по-моему, соперникам. Итак, давайте переходить к следующему событию. Как на одном известном ресурсе назвали эту скачку. Топовая скачка, чуть ли не лучшая в прологе нынешнего сезона. Это скачка в честь лучшей двухлетней кобылы 2021 года Кэнди Сим. Ну, и, собственно, состав, составище настоящий, великолепнейший просто россыпь звезд. И в этой россыпи звезд Лорана Барс вновь себя чувствует великолепно. Хотя, конечно же, мы думали, что аксистка Павловская составит ей конкуренцию значительно более активную, если хотите. — Слушайте, ну, опять же, я, помятуя о том, что сказал Камиль Насибулин, мы должны понимать, что в этот день его лошади были, наверное, не в самой лучшей форме. — Лорана. Опять же, мы помним, что и в начале сезона она великолепно себя подчеркивает, чувствует наши коллеги. Ну, и, кроме того, соответственно, да, вот обратил внимание, Оль, насколько она, вот, ну, ментально, что ли, повзрослела Лорана. Вот если вспоминать года два назад, то есть она была вспыльчивая, трудноуправляемая. — Да никогда не была. — Да ладно, да не была. — Да нет, ну, она налегала, будь здоров. — Ты ее с кем-то путаешься. — Никогда она не налегала и всегда находилась внутри. — А в прошлом году, вот с прошлого года начала успокаиваться. — Она всегда спокойная была относительно. — А давайте призовем, вот, в связи, Нинатолий. — Вы помните, когда начинала Лорана скакать, как она действительно была, насколько горячая? Или я все-таки... Да, вот Нинатолий мне подсказывает пока, что отсутствует. Ну, ладно. — Рассудят нас чуть-чуть позже, Нинатолийна. Но я пока же хотел бы на секунды, я понимаю, там победа-победа, но, смотрите, секунды. 38,7. У нас по нынешним временам в России по пальцам можно перечислить случай, когда на 1600 лошади выбегают из 39. — Да. Блестящая совершенно резвость, и ровно две пятисотки из 30, и уже докатывался тут. Ну, потрясающее, на самом деле, выступление. — А, Оля, ваше впечатление? — Какое впечатление? Конечно, это великолепная кобыла, и смотреть на нее только одно удовольствие. Молодец. Она, в принципе, их даже не почувствовала. Вот я смотрю по дистанции. Села, села рядом с звездой «Эклипс», она ее, в принципе, не чувствовала. То есть было видно, насколько она спокойно это все преодолела. И спокойненько уехала. То есть классная лошадь продемонстрировала классную скачку. — Я бы сказал, что и на «Томеле Барсе», и на «Лоране Барс» Руслан Круглыхин проехал так, как в свое время Станислав на «Коннерде» ехал, как будто у него... — Нет, это он в круг, да. — Вот он по нему едет, и все. С ними, без них. Он по своему коню едет, и все. — Нет, я просто хотел еще раз остановиться на ее лучших, ярких самых качествах и свойствах. Что вот вы видите, Ольга, в «Лоране»? — Ну, сейчас у нее олимпийское спокойствие, если вот про это мы говорим. Да, то есть она, вот, как вам сказать, вот даже двухлетки тоже самое скакали. Евгений правильно тоже заметил, мы это тоже подметили. Тоже кобыла идет спокойно. То есть она именно показывает, что она не чувствует этих лошадей. Это самое главное. Она уверена в себе, и, я не знаю, ее и жеребцами спокойно. Ну, как она уже и жеребцами спокойно. — Сорвали вот у меня с языка вопрос. Наверное, все-таки нам стоит в одной из предстоящих скачек ждать «Лорану» вместе. — Я так думаю, «Лоран» однозначно готовится, вот, опять же, на большие скачки. — Ну, она в прошлом году «Нефтегаз» выиграла. — Да, да. — Что есть с этими жеребцами? — Почему бы не повторить это в этом сезоне? Если он будет, конечно. Чего мы пока не знаем. — Нина Анатольевна, ну вот рассудите нас. Здесь в прологе мы вспоминали, да, дебютные года «Лораны Барс». Вот мне она запомнила, что она очень была горячая. А вот со временем, да, вот, во всяком случае, уже в прошлом году она стала более-менее управляемой. А то, о чем говорил неоднократно, в том числе и те люди, которые работают вместе с ней. Так ли это? Либо я что-то запутался уже. — Не, вы запутались, Сергей. Она была, да, она такая девчонка была, дерзкая уже, но вполне адекватная, управляемая. И вот, я помню, ее сравнивали с «Кармель Барс» в свое время. — Это «Кармель» была такая. — «Кармель», да. «Нефтарая» или «Это Кармель Барс». Ну, она вот сейчас, после вот этой скачки, она мне «Кармель» напомнила именно тем. Ну, вот смотрите, тысячу едут не просто резвее минут, а резвее 59 секунд, то есть 59,8, да. И она после этого, она еще и добавляет, выигрывает, то есть вот это держит вот эту крейсерскую скорость на очень высоком уровне, на очень высоких оборотах. Но она всегда такая была рабочая, адекватная. И вот, кстати, этим она «Кармель» тоже напоминает. Она как на работу, она действительно как жеребец. Вот правильно по трансляции отмечали. Никаких дамских эмоций. Она вышла, отработала, она шагает, дышит. Ну, красавица. Так что... — Да, полная противоположность звезде «Эклипс», которая очень тяжелая и в скачке, и в тренинге. Давайте еще раз вспомним, что сказал Руслан Круглыхин по окончании этой скачки. Честно признаю, ждал Бьянку Дору, потому что знал, если буду в лидирующей группе, будем ехать резвее 30-ти, это точно. Ну, кобыла себя вела спокойно. Я думал, что будет посложнее ее держать. Находится в хорошем порядке сейчас. Отдохнула. Она в начале сезона навсегда так. Ну, дальше посмотрим. Как бы все очень легко получилось. Я надеялся, что будет тяжелее. Ехал до конца. — Ну что же, вот такое резюме добавить, быть может, уже, наверное, нечего. Конечно, ждали мы бросок от Бьянки, который, собственно, не состоялся. Но будем надеяться, что Кобылов придет и улучшит свою форму. — Мы видим, что Юрий Кулинич в этом сезоне пока что не торопится раскрывать карты, планомерно подводит лошадей. Бьянка Дора еще свое слово скажет, конечно. — Итак, друзья, давайте подводить итог этой скачки и постепенно переходить к пробным призам, которые тоже подарили нам достаточное количество эмоций и информации, на которой мы будем основываясь, собственно, на этой информации, уже смотреть далее в сезон. Пробный для жеребцов. Приз в честь дня, честь гордой герои Новороссийск. Ну и здесь скачку, как мы помним, выиграл Фантаст. Хотя мы видим, да, с приема монополь повел. Вообще надо еще раз отмечать. — Ну тут что-то, по-моему, даже по этой резвой дорожке немножко переписили в начале. — Да, 20. — Монополь, куда я уже не помню, откровенно говоря, когда у нас в России пятисотку из 28 секунд выбегали. — Ну, тем не менее, вот племянник, получается, да, Фрагранта, Фантаст, выступил великолепно. Напоминаю, что он сын Икария и Фатофлёр. Вот давайте обратим сейчас внимание, как будет добавлять пофинишный прямой Фантаст. Ну вот, я знаю, что нерелевантно, да, сравнивают, например, пробный приз этого года и с прошлым. Ну, на всякий случай, вот, резвее, чем Магнат, в прошлом году на 7 сотых проехал Фантаст. — Но Магнат тоже очень резвый? — Да, да, конечно, ну конечно. Вот поэтому я и посмотрел на эти цифры, и они меня, конечно, впечатлили. — Ольга, ну вот, еще раз хотелось бы услышать ваше мнение относительно того, что мы сейчас видим. Фантаст, который фактически, да, ну, собственно, продемонстрировал нам достаточно интересные свойства. И, в общем, с ним, во всяком случае, стоит связывать определенную перспективу. — Ну, конечно, можно связывать. Ну, во-первых, да, сейчас на югах уже люди давным-давно начали делать резвые работы. Есть уже такая возможность двухлеток гонять с такими скоростями. То есть понятно, что они не просто так туда попали, и никто там прям вот, как у нас иногда бывает. Ну, попробуем на пробном, посмотрим. Здесь лошадь целенаправленно готовилась. Мы видим, что, как заметила Евгения, опять же, да, в трансляции, у нас в России научились выращивать лошадей, скороспелых. — Вот, я вот хотел как раз этот вопрос задать, поскольку ехали доморощенные против американцев, скороспелых. Ну, и здесь, опять же, вот мы видим серый, который был вторым от Фростеда, да, то есть здесь, ну, от Гудса Мэритайна, собственно, первая ставка ехала. — Сегодня уже настали те времена, когда на флаг рядом с кличкой смотреть не надо, надо на саму лошадь смотреть. Тем более, что Фантаста, Текария и Фаты Флёр, мы и того, и другую помним. Обе были у лошади в тренинге у Александра Чугуица в Москве, и обе были мега резвые. Фатария была в тот момент самая резвая лошадь в Москве. Фата Флёр была самая резвая кобыла московского ипподрома, поэтому у Фантаста на роду написано такие секунды показывать. Там дистанционный вопрос, это уже другая ипостась, да, но то, что таких лошадей у нас в России научились выращивать, это на самом деле знаковое явление, потому что в стародавние времена, в советские времена концепция каннозаводства была совершенно иной. И формулировалась она так, рождайте стайров, а спринтеры родятся сами. Но сейчас нам уже это смешно, а тогда это говорилось на полном серьезе. Мы же понимаем, что само ничего не родится. Само никогда ничего не родится. И резвость, это вещь очень важная в том смысле, что если у тебя нет резвости, то ты и 3200 выиграть у резвого не сможешь. Конечно. А мы еще продолжим этот разговор относительно резвости. Давайте послушаем Александра Чугуевца. По работе он такие показатели не показывал, но потенциал в этой лошади я видел. Знал, что будет сильная компания. Уже когда записал, посмотрел компанию. Но при этом где-то внутри был уверен в нем, потому что с этой лошадью долго нахожусь, работаю его и отлично знаю. Прекрасная скачка, отличный результат. Ну действительно, прекрасная скачка, отличный результат. И опять же, я думаю, что теперь тренд отделения Александра Чугуевца-младшего должно быть довольно, во всяком случае, сравнено с тем, с прошлым годом. Когда мы помним, что... Двух леток вообще не видно и не слышно. Да. Теперь есть, и теперь надо распорядиться очень правильно. Итак, фантаз серый монополь, который тоже, кстати говоря, очень интересно продемонстрировал свойства. Мне кажется, что из него неплохой должен быть, во всяком случае, майлер в перспективе. Ну, в общем, с учетом его происхождения, да. Подводим итог. И давайте переходить к пробному призову в честь ветеранов Великой Отечественной войны. У ЖК были ему. И здесь тоже очень интересно развивались события. Напоминаю, что скачку выиграла Теона Барс от Теприта. И зарубились они вместе с Тифией Роял. Вот, кстати говоря, вот продолжая историю, что касательно стамины, с одной стороны, да, и с другой стороны резвости. Вот обратим внимание на Тифией Роял, ее, соответственно, происхождение от Мономаха и Тиффани Ройл. Тиффани Ройл от Ройл и Плоус. Мы помним, что Ройл и Плоус... Возможно, что в ходе такого подбора, возможно, что мы получим будущего Наргиза. Не считаешь ли это так? Наргиз, кстати, от Нарки Гелл бы. Нарки Гелл тоже от Ройл и Плоус. Тоже рядом там, да. Я... Вполне возможно. Вполне возможно. Понятно, что тут много факторов, но первое впечатление очень позитивное. И тут еще важный фактор, знаете, какой? Происхождение происхождением. Но тут еще крайне важный фактор, о котором мы не говорим. Это фактор инфраструктуры. Для того, чтобы порезать дорожки, показывать такие секунды в начале сезона, вам надо готовиться на соответствующей инфраструктуре. Мы понимаем, что у Станислава Круглыхина такая возможность есть, потому что Павловский ипподром – это домашняя дорожка. В Донвком такая инфраструктура тоже есть. В других хозяйствах, по-моему, пока мы этого не видим. И на других ипподромах мы пока этого не видим. А Ольга, имеете ли вы отношение к Теоне Барсу? Да, непосредственно. Я эту кобылу выбирала. Я ее купила просто. Ну, просто купила и потом позвонила. Ну, как? Ну, просто, слушайте, но так не получится. Знаете, например, у меня ходит агент, мы снимаем, вот, например, для меня кобылу от Not This Time, который у меня есть. И она мне снимает по прямому эфиру. И я смотрю, говорю, подожди, подожди, а вот эта кто там серенькая ходит? Все, подожди, говорю, вот с этой подожди, вот эту мне покажи. Вот прям вот эту. Я говорю, Нина, мы ее идем покупать, и все. И мы ее идем покупаем, и я потом просто звоню, думаю, кому я ее купила, не знаю. И потом думаю, надо Василию Семеновичу позвонить. Звоню, говорю, Василию Семеновичу, вот думайте день. Ну, как бы, я бы вам рекомендовала, советовала. Но он через день позвонил и говорит, все, я ее забираю. А давайте сейчас подключим еще раз Краснодар. И, Нина Анатольевна, какое впечатление на Вас произвела Теона Барс? Да, мне она очень понравилась. Понравилась кобыла, понравились скачки оба пробные. Все понравилось. Я согласна с Евгением, значит, да, по такой дорожке в начале сезона, когда на первой скачке сезона, когда много решает фитнес, конкурируют те, у кого инфраструктура. И все становится на свои места. Барсук, да, Донской, да, Прогресс, да. И 711, тоже круг неплохой, Прогресс и хороший круг. Вот эти ребята, они между собой борются в эти дни. У кого чуть похуже с инфраструктурой, значит, платные места ниже занимают, чем эти лидеры. Вот так. Ну вот еще, да, очень яркое, интересное замечание от Нины Анатольевны Хохловой. И действительно, очень и очень важную информацию в контексте начала сезона мы сейчас вместе с вами и услышали. Ну и давайте еще раз послушаем Руслана Круглухина и его мнение о Тионе Барс. Скачка в целом сложилась хорошо. Ехал по лошади. Как бы явных фаворитов таких для себя не определял. Все лошади по первому разу идут. Кто-то испугался чего-то, кто-то еще что-то. Ехал, старался поровнее кобылу провести. Кобыла в хорошем порядке сейчас находится. Хорошо подошла к скачке. И все получилось, как бы повезло, что борьбу хоть кто-то предложил. На финишную прямую начал выезжать. Смотрю, отделяюсь чуть-чуть от них. И как бы для меня это была не прям самая такая лучшая позиция. Потому что лошадь концом двухлетняя, когда борьбы не чувствует, останавливается, чтобы перед финишем никто не накрыл. Ну а так все получилось. Ну все получилось. И мы видели. И действительно будем следить за этой кобылой. Действительно, я думаю, что мы еще раз будем наслаждаться и получать удовольствие от скачки в ее исполнении. Ну и ждем опять же и Тифи Ройл, и других кобыл, которые здесь в общем скакали. И я думаю, что нам будет в перспективе на кого посмотреть. А давайте еще вернемся. Останемся вот в контексте скачек двухлетних лошадей, которые нам, еще раз повторяю, дарят очень много интересной и важной информации. Ну и в частности Викалина, которая выиграла приз весенний в честь работников тыла Великой Отечественной войны. Что можно по этой скачке вот добавить, помимо того, что мы уже видели, Евгений? Ничего. Я опять же все те самые тенденции, о которых мы говорили чуть раньше, и на эту скачку распространяю. Видим, что те хозяйства, где лучше инфраструктура, лучше готовые. Ну а там уж по факту Сопрано Барс здорово прошла, Викалина здорово прошла, Бейв Юри может быть чуть еще не готова оказалась. Ну вот здесь Ледженд Барс выигрывает вот эту скачку, которую мы сейчас смотрим. Тоже достаточно. Ты про Скау видит. Да, да, да. Ледженд Барс, да, очень понравился на самом деле, очень впечатлил. Получается полубрат Икария. Икария. Да. Ну, действительно, что еще можно добавить относительно к скачке? Ты легко выиграл на самом деле. Ну да, конечно. Больше нечего добавить. Первый шаг, первый шаг, первый шаг очень уверенно, и дальше будем смотреть. Да. Нам же Станислав сказал, точнее Руслан, что это лучший двухлетний жеребец в его отделении. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот, соответственно, регалия такая, заявка серьезная, будем смотреть. Ну что же, давайте тогда еще раз вспомним слова и Станислава Кругухина, и Руслана Кругухина относительно победы Ледженд Барс. Ну, он такой горячий конь просто, чуть-чуть. И характер, да, у него сложный. А так вообще очень хороший конь, классный, большие надежды на него. Ну, он такой конь концевой, он и по работе так ходил тоже, американцам не уступает. Лошадь по себе, вообще идеальная лошадь, это, я считаю, у нас в отделении лучший, наверное. По скачке, если честно сказать, бежал уже как будто скакал, как опытная лошадь. Он плавно все раскатился, концом, ну, чуть, да, подрасслабился, потому что трибуны, зрители, первый раз все это, мне кажется, чуть сбился с толку. А так, в целом, лошадь идеальная. Он обладает хорошей резвостью и сила есть. Просто раскатил по нему, попросил, он добавлять начал. Уже финишная прямая, уже нужно просить у лошади, что она может делать, пускай делает. Ну что же, Леджин Барс на текущий момент свои дела сделал, показал, в общем, определенную перспективу. Ну и, действительно, авансы уже розданы, в том числе теми, кто работает вместе с Леджин Барс. Ну и давайте подводить итог этому призу. Леджин Барс, мудрый, ну и остальные участники этой скачки на ваших экранах, так как они расположились по итогам события в протоколе. Ну и Викалину мы уже затронули. Давайте, раз уж мы сказали о ней пару слов, во всяком случае, давайте узнаем мнение Неанатолина Хракова относительно этой кобылы. Ну вот, опять же, бросая взгляд на состав участников, опять же, были и по происхождению тоже яркие достаточно кобылы. Тем не менее, выиграл Викалина. Опять же, вот, если вспоминаю Вику Стар, да, которая в свое время, ну, мать Викалины. Степель Чезы, да, скакала. И здесь в этой связи, в общем, ну, не знаю, те, кто, в общем, основывается на происхождении, едва ли могли рассчитывать на ее вот такую вот победу. Ну, слушай, она не только в Степель Чезах хорошо скакала, но и в Москве хорошо скакала. Ну, вот хотел бы у Неанатолина спросить. Неанатолина, какое впечатление на вас Викалина произвела? Вот и первая, и Викалина, и Сопрано Барс, ну, самое благоприятное все-таки, когда лошади, вот, и первая скачка, первые весенние, да, и вторая скачка весенние, когда лошади, что называется, сделаны спроектированными, спроектированы людьми, которые знают породу, которые любят породу, которые из ней разбираются, когда они вот так вот спроектированы, талантливо, выращены в хороших условиях. Вот я скажу больше, вот грех прятаться за ограничениями. Ребята, ограничения никогда не служили прогрессу породы. И то, что у нашей лошади сейчас конкурирует на равных с импортными образцами, по крайней мере, с теми, кого к нам сюда привозят, да, с импортными лошадями, это как раз не благодаря, вопреки, то есть я других ограничений, кроме как по скаковому классу, но по закону развития и прогресса этой породы они здесь быть не должны. Ограничения должны быть какие? Вот на уровне соревновательных скачек. Не был, не состоял там, не был в платье, не выигрывал. Вот основной был что? Не выигрывал лошадь. Вот они между собой разбираются в этом эшелоне. Потом следующая ступенька. Вот так оно должно быть. А при чем тут родился, женился, где-то что-то? Ну, те, кто меня знают, с кем мы работаем давно, они мою позицию знают. Я когда возвращала против, я говорю, ну, не совсем правильно, вот губернаторские ограничили. Мне говорили, а это для того, чтобы рынок как-то обеспечить, да, то есть люди покупают рожденных, но ограничения там было для рожденных кредегий. Вот люди покупают у нас продукцию и понимают, что они могут к нам ее привезти на дорогие скачки. Окей, так маркетинговый ход вполне приемлем. Ну, а дальше-то зачем вот развивать эту вредную, вредную товарищу тему? Поэтому гордать из-за наших отечественных конозаводчиков, вот просто результат, любуемся. Вот смотрите, от первого до последнего места. Вот только кобылы, они минут 4-9, там седьмое место, девятое. Вот у нас раньше я начинала работать, да, вот на ипподроме в 2006 году. У нас двухлетки наши, рожденные у нас в России, да, они минута 5, это вот, это было нормально. То есть если лошадь минута 4, это уже ого, вот хорошо. Сейчас смотрите, для жеребцов весенний победитель минута 1 и 5, шестое место лабрадор минута 3 и 5. Ну, далеко за минуту 5. У кобылок чуть потише, но тоже победительница и второй призер резвее минуты 3. То есть прогресс налицо. Ну, грех, я говорю, грех, какие-то ограничения выдумывать и надумывать. Мне тоже очень бы хотелось, чтобы итогом была дорогая скачка, где бы участвовали, да, вот выясняли, кто лучший на сегодняшний день во всех этих самых категориях. Ну, благодаря осеннему кубку конозаводчиков понятно. А вот касаемо 3-х лет и старшего, или там старшего возраста, да, тоже есть вопрос. Тоже есть вопрос. На осеннем кубке конозаводчиков тоже кубок чемпионов закрытая скачка. Ну да. Кубок чемпионов ассоциации коневодов Кубани это у нас. Так-то надо называть. Ну, хорошо, вопросы по-прежнему висят в воздухе. Тем не менее, несмотря на эти вопросы, как отметила, в частности, Нина Анатольевна сейчас в своих мыслях, то, что конозаводство наше развивается и дает на гора очень интересный результат. Нина Анатольевна, спасибо вам большое за ваше включение. А мы сейчас подводим итог той скачки, о которой мы говорили. Ну и, собственно, Викалина, Сопрано Барс и другие, собственно, кобылы на ваших экранах, которые расположились в итоговом протоколе, в таком порядке, в котором они пришли к финишному столбу. Ну что же, ждем очередных событий, да, в Краснодаре и в Павловске, ведь правда, Ольга? В Москве тоже ждем очередных событий. Да, ну про Москву-то мы поговорим, да, еще в контексте предстоящих наших программ. Ну а мы, собственно, прощаемся, друзья, буквально на несколько секунд, минут. После короткой паузы мы с вами пообщаемся и заглянем на другие ипподромы, в частности, в Нальчик и в Грозный. Продолжаем, уважаемые друзья, в нашей студии пост-эвент мы обозреваем те события, которые произошли на различных ипподромах нашей страны. И сейчас, как и обещались, обращаемся в те события, которые прошли на дорожке Нальчикского ипподрома. Ну и, Ольга, вот я знаю, точнее, видео у вас, да, на открытии скового сезона в Нальчике. Ну и, собственно, мы видим, да, традиционно сезон продолжается в Нальчике и в День Победы. И, собственно, какие впечатления у вас от тех событий, которые проистекают в Кабардино-Балкаре, остаются у вас? Видите ли вы для себя тех лошадей, которые там уступают, такого вот общероссийского масштаба, те, которые, в общем, в перспективе, быть может, то, о чем мы говорили чуть выше в нашей программе, смогут составить конкуренцию в течение сезона лучшим лошадям России? Нет, ну, конечно, да, мы знаем и прекрасных лошадевиц отделения Якова, Мана, да, то есть они показывают, я слушаю, у Зауруси, Крекова, конечно же, есть звезды, есть и тот же самый Советник, да, то есть двухлетние жеребцы мне понравились, кстати, двое рыженьких, на которых Мурзобег скакал. Вот, то есть, ну, понятно, это старт, это начало сезона. Я просто еще к чему решила сделать для себя такое некое турне и в Краснодар, и в Нальчик, и в Пятигорск, чтобы понимать, насколько, например, ну, именно готовность лошадей, да, и понимать, кого ждать примерно, где, когда. Ну, то есть такая была больше для меня ознакомительная поездка, чтобы посмотреть общий порядок по отделениям, вот. Есть и там лошади, есть и в Пятигорске, и в Краснодаре, поэтому... Друзья, давайте вместе с вами сейчас погрузимся в историю под названием «Приз Победы» третьей группы на лошадях трех лет, чисто кроме верховой породы, дистанции 1600 метров, и здесь эту скачку выиграл, собственно, Тайсон Слав, а «Пинк Эйр», которую выиграла, как мы помним, в прологе сезона «Приз Струны» на ипподроме имени Саида Хусейна Закаева, осталась второй. Собственно, какие выводы мы можем сделать поверхностные после этого результата? Слушайте, ну, результат очень неожиданный, и, откровенно говоря, ну, в общем, «Пинк Эйр» – это одна из лучших двухлеток России в прошлом году. И стиль победы в «Грозном» в «Призе Струны» был совершенно потрясающим. Тут Тайсон Слав – неплохой конь, да, в производство из ХПК «Надир», продали его, был он в тренинге у Юрия Кулинича, но все-таки по прошлым скачкам это величины несопоставимые, и тут только, наверное, Яков Ман может нам объяснить. А вот, да, Жень, ты прям вот буквально смотришь уже на перспективу, у нас сейчас на связи находится Яков Ман. Яков Евгеньевич, как-то нас слышно, ну и, собственно, прокомментируйте нам итоги этой скачки. Что, собственно, вам показалось? Либо «Пинк Эйр» была не в полном порядке, либо слишком хорош был Тайсон Слав, который, как мы помним, в прошлом году в «Надежде России» был вторым за «Славером». Добрый день, студия. Что это? Тоже много думать там, что-то. Особо как бы не готовил, думал, легко так проедет. Так не получилось. Ну, там же и час шагали, ждали там, первое лицо, как говорится. Потело какое-то. Короче, все в этом кучку. Ну, вот скажите, пожалуйста, опять же, перспектива относительно «Пинк Эйр» ближайшая, так скажем, будет. У нас возникали сомнения относительно ее дистанционности. Собственно, пройдет ли она вот эту компанию к «Оксу»? Как вы видите вообще ближайшее, во всяком случае, будущее? Ну, дальше будем двигаться. У нас в планах «Окс» в рост. Все, будем готовиться и ехать. Ну, как вам кажется, вот с увеличением дистанции, ну, вот итоги этой скачки, все-таки увеличение дистанции не повлияло? Здесь в чем-то какие-то другие причины? Ну, если она вообще плохо прошла, не знаю, что-то по дистанции теперь. Она как с одной ноги приняла, так и поменяла. Больше справа ноги, что-то на повороте вынесла. Ну, хорошо. Да, пожелаем вам успехов. Остаемся на связи, Яков Евгеньевич. А давайте, уважаемые друзья, сейчас подведем итог этой скачки. Еще раз зафиксируем для себя ее результат. Тайсон Слав. Еще раз напоминаю, что Тайсон Слав в прошлом году находился в тренинге у Юрия Кулинича. Да, здорово, сколько вы призеры надежды России, надежды Кубани. Да, и вполне возможно, что и от этого жеребчика нам стоит ожидать. А теперь он ингушедию представляет. Так, друзья, давайте переходить к следующей скачке. Приз в честь 80-летнего юбилея 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ну, в общем, да, оба коня на виду. Собственно, давай начнем с Эртена, Жень. Ну, в целом, конечно, на фоне павловских скачек бедновато смотрится. По три головы и так далее. Лошади хорошие, я понимаю, но слабовато как-то. То, что Блэйсет Кильг хороший конь, мы знаем это. Другой вопрос, что у него характер непростой. Может, сейчас как-то получше стал. Так он очень сильно налегал по дистанции, я помню. А Эртен, наоборот, тягучий. И я так думаю, что Эртену все-таки дистанция. Хотя он большой летний выиграл. Ну, опять же, я там в тот день не был. Поэтому мне трудно судить, был он, кто там был в порядке. Кто был в лучшем порядке, кто был в худшем порядке. Ну, давайте у Якова Евгеньевича спросим. Яков Евгеньевич, довольны вы результатом, как проехал Блэсет Кинг? Ну, разумеется, он выиграл. Компания, как мы видим, всего три головы была. Но, тем не менее, для старта сезона как оцениваете? Я вообще доволен. Не то, что по этой скачке. В общем, перестал таскать. Такой солидный конь стал. Жакей говорит, что... Ну, в общем, мы уже даже дальше попробуем. А, собственно, где он? А вот, извини, вопрос. Яков, а как получилось заставить его перестать таскать? Ну, я вот он перезимовал. Если что-то будет не так, то 2800. Будете скакать вместе с Блэсет Кингом в Нальчике? Либо все-таки попробуете прогастролировать? Думаю, мы постоянно гастролируем. Тут нечего пробовать. Так что будем ездить. Да, хорошо там розные, недалеко ехать. Хотя там дорожка очень тяжелая. Хорошо, Яков Евгеньевич, на связи остаемся. Давайте, уважаемые друзья, подведем итог этой скачки, которая ставилась в Нальчике. Еще раз поздравим Блэсет Кинга с хорошим открытием сезона. РТН, я думаю, тоже подтянется еще по ходу нынешнего сезона. Ну вот, Яков Евгеньевич затронул историю под названием, собственно, гастроли в Грозном. И в частности, Color Moon выступил в пробном призе. И, собственно, выступил успешно. И хотелось бы вот эту скачку тоже затронуть. Яков Евгеньевич, ну, обрисуйте нам Color Moon, да. Поскольку для него это была первая скачка, мы не очень хорошо с ним знакомы. Что за жеребчик, какие сильные стороны. Быть может, это те стороны, на которых еще надо будет вам поработать. Ну, не знаю, он такой небольшой, компактный, как раз, наверное, для тяжелого круга. Что там по дистанции, вроде он какой летный, кажется. А Жакейского по дистанции никуда не тащил, объехал ровно по себе. А мы концом, ну, начал добавлять явно, что не резвать по дистанции. Ну, действительно, мы видим, какой великолепный бросок он на последних метрах воспроизвел. Ну, и, опять же, в работах это читалось. То есть, что еще вот можно по нему сказать? Это такой вот бросковый конь? Либо еще, типа, ну, его лучшие стороны вам придется над ним еще поработать и подраскрыть? Ну, у него такой ровный ход, длинный ход, ровный. Я думаю, он будет такой хорошей на дистанции. Если чуть сомневался, вот эта скачка показывает. Яков, а я вообще в целом хотел вопрос такой задать. Вот после скачек на этой дорожке, как лошади себя в целом чувствуют? Как на них это отражается? Ну, люди же говорят, что там вот, что-то они там теряются. Вот это же я про пинкей, я там подумал, что они там выбиваются из сил, короче. Ну, у меня там следующий Драгон Кит шел, вот я думал, надо на него поглядеть, там тяжелая скачка. Вроде все состоялось хорошо. Все равно будем это все проверять. А нам некуда деваться, будем есть. Ну, что ж, спасибо большое, Яков Евгеньевич, успехов вам. И, соответственно, будем ждать лошадей из вашего триангеления на различных дорожках и следить за вашими успехами. Ну, что ж, давайте подведем итог сейчас этому призу, пробному призу. Color Moon Power Cross Martini Bars. Вот таким образом расположилась первая тройка по итогам этой скачки. Ну, и еще одна очень интересная скачка состоялась в Чеченской Республике. Приз в честь Дня Победы на десанты тысячи метров для лошадей четырех лет и старше. И здесь мы все ждали Флаутеса. Ну, и Флаутес, в конечном счете, закончил скачку вторым за Саболитом. Жень, ну, хотелось бы получить от тебя комментарий, как ты видишь эту историю. То есть, стоит ли нам Флаутеса списывать? Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я там в тот день не был, с людьми не общался и не знаю. Тут, наверное, надо у Саида Альвиша Птукаева спросить или у Хамзата Улубаева. Могу лишь сказать то, что, конечно же, этот результат на бумаге выглядит совершенно неожиданным. Саболит до этого дня ни одной скачки вообще никогда, нигде не выиграл. Ни на каком уровне. А Флаутес выиграл столько всего. Я считаю, в свое время это лучшая лошадь России среди трех лет. Он супердерби выиграл, вы помните. И Центурион его кое-как обыграл в борьбе жесточайшей на приз президента. Да, я понимаю, что конь возрастной, конь проблемный. И для того, чтобы судить о том, что дальше, надо знать ситуацию. Я ее не знаю. Хорошо, Ольга. Ну, вот опять же, Флаутес, мы знаем, что в ключевых каких-то моментах ему мешала травма. И мы помним, на Центральном московском подроме и так далее. Но тем не менее... На руках его носили, у него же там копыта, целый кусок выпал у рога копыта. Да, да, да. И действительно, из опыта достаточно сложная такая травма для того, чтобы вернуть в строй и вернуть, опять же, с перспективы именно победной. Как вы считаете? Ну, я считаю, что в любом случае лошади возрастной уже очень тяжело возвращаться в строй. Да, и, ну, как бы эта скачка, в принципе, для него была стартом таким неким. Не скажу, что она была там для него прям какой-то сложной. Вот. Дальше только, да, нам только у Саида спрашивать, как он ее прошел. Писал он ее для работы, да, потому что очень часто тренеры возрастных лошадей пишут, чтобы сначала протянуть, да, как бы, чтобы посмотреть. И потом уже от этого отталкиваться. Поэтому только... Ну, мы понимаем, что Флафтесу 7 лет уже, и, как бы, возраст уже очень почтенный. Да, я к чему уже начинаю, да, скланиваться. То есть, Great Winner есть у Саида Шептукаева, это номер один. Флафтес вот сейчас прошел, остался вторым. Видимо, что-то ему не дает вот раскрыть свой окончательный потенциал. Ну, и здесь, в этой связи, наверное, нам стоит будет вернуться перед следующим. И потом ехать, у них есть и American Kid, и Homeland Bars. То есть, там подбор, на самом деле, скакунов в старшем возрасте просто великолепный. Может быть, лучший в России. Но Флафтес, опять же, 7 лет сложно предсказать, что будет дальше. Тем не менее, будем отслеживать, быть может, Саид Шептукаев запишет Флафтеса еще на одну скачку, когда-то в перспективе. Ну, и уже потом... Тут гадать бесполезно, надо у него спросить. Да, ну, естественно, свяжемся и подведем итог. И будем знать про Флафтеса, во всяком случае, чуть больше. Ну что ж, друзья, и в заключение нашей сегодняшней программы, все-таки, давайте обсудим те события, которые произошли за океаном, а именно очередной розыгрыш Кентукки Дерби. Не во многом сенсационный, а просто сенсационный. Ну, и выиграла лошадь, как вы знаете, да, абсолютнейший аутсайдер, который попал в жеребчик буквально в самый последний момент в скачку, поскольку снялся другой жеребец, который должен был скакать. Ну, в общем, на него никто внимания не обращал. И, в общем, не считал. И так далее, и тому подобное. Считаете ли вы, уважаемые друзья, что победа этого жеребца является случайной? Вот так вопрос я сформулирую. Слушайте, ну, тут это же вопрос определений. Что значит случайно, не случайно? Ну, есть и да. Как говорят англичане или американцы, я уже не помню кто, скачку можно случайно проиграть, а случайно выиграть нельзя. Ну, здесь так сложилась скачка, что лошади, причем лошади не американские, преподали американцам урок стартовой скорости. Который мы хорошо знаем. Дубайский, да, Саммерис Тумороу и этот Японец. Краун Прайд. Да, и ехали в какие-то невозможные секунды, 21-78, ужас вообще. И в этой ситуации логично, что спеклись и они, и лидеры, и кто гнался, а, соответственно, тот, кто от этого дела выиграл, да, тот, собственно, и получил трофей. И такое уже в истории Кентукки Дерби было. Вспомните, я не помню, 2008 год, Майндед Берд. Майндед Берд, который с последнего места, тоже с коэффициентом, я не помню, 80 к одному еще чуть-чуть. Вот, Оля, вот смотрите, вот хотелось бы вам, как практикующему тренеру, задать сейчас вопрос. Как он вылез из коробки. Я с товарищами моими связывался, они говорили, эпицентр в одни ворота. Да. Эпицентр в одни ворота. Ну вот, опять же, получается, с этим, поведа-то, не случайная. Я не знаю, что там будет. Нет, слушайте, но если... Очень похожий, вот я вам скажу еще раз, потом пересмотрите, в очень похожем стиле, и похожим образом выиграл Дерби Майндед Берд. Я просто не помню, по-моему, 2008 или как бы там, 2008. Да, даже фильмы они снимали. Там у них была маленькая конюшня, у них даже не было денег, чтобы из Калифорнии привезти лошадь в Кентукки самолетом. Они ее там в этот... Майндед Берд, кстати, тоже 50 к одному считался, была. Да, да, да. И там вот очень похожая ситуация была. 50 к одному называется. Да, и он тоже по бровке пролез и уехал, уехал, уехал. Ну вот, опять же, да, мы видим... Послушайте, если Жакея не чувствует, что его лошадь выдержит перестановку, то есть нужно же сбиться с входа и потом выдержит. В том-то и дело, что Соня Леон, вот этот венесуэльский Жакей, мы его просветили в канун программы, коллеги, действительно, вот он является, что называется, да, штатным Жакеем, и он работает вместе с Рич Страйком, то есть он его знает от и до, что, собственно говоря, немножко ломает контекст самой схемы, да, скачек в Соединенных Штатах Америки. Мы знаем, что под высококлассную лошадь приглашает высококлассную Жакею. Собственно, тренер дает ему какие-то... А здесь вот немножко... Ну, это такая, знаете, история американской мечты. Да. А тут какие очень в фильмах. Так это... Человек из ниоткуда, который своим трудом добился победы. Венесуэлис, кстати говоря, не особо известный, нет, у него есть там 750 побед, опять же... Нет, понятно, что Венесуэла имеет очень богатые традиции, и там оттуда очень много выходцев хороших, там, как Хабьер Костеллава и так далее. Да, 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 ну, каких-то таких ипподромах, не центровых. Да, 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 второго круга, скажем. Ну, и, собственно, да, и тренер тоже, который действительно... Ну, имена нам совершенно неизвестны. Да, 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 у него несколько лет назад сгорело вообще, конечно, он хотел завязывать с этой историей. Вот, опять же, вот эти американские штучки... Да, американская мечта, да, я думаю, фильм снимут обязательно. Да, да, тем не менее, вот его коллеги поддержали после этого трагического события, собственно, да, и вот он опять начал тренировать, и в конечном счете, как мы видим, Рич Страйк... Выиграл кентукки-дерби, хотя, в принципе, не должен был в нем даже и уйти. Это действительно такая история для фильма. На этом же, на этом же, вот на этом шоу же очень часто и многие держат кентукки-дерби вообще скаковой спорт, да, то есть здесь мы видим наглядно, что не должно было лошади быть, не должно было. Ну, честно скажу, у меня другое ощущение не покидает, что без Боба Бафферта кентукки-дерби уже не то. Да, ну вот и как раз я хотел вернуться к этому вопросу. Опять же, и без Боба Бафферта кентукки-дерби не то. И, да, вот много составляющих, да, когда уже американское скаковое сообщество начало, в общем, выражать недовольство, что вроде как, а то что это Боба Бафферта, там докопались какие-то миллиардные частицы, там так далее, суды продолжаются... Ну, фактически, то это у нас часто любят говорить сакральная жертва или козел отпущения. То есть Боб Бафферт ответил за всех, но проблема-то это не решает. Да, ну и мы видим какой-то определенный тренд, еще вот хотелось уже к фактуре вернуться. Рич Страйк, сын Кенайса, и Голд Страйк от Смарт Страйка, невыдающееся происхождение. А кто его знает? Кенайс первая ставка, еще посмотрим. Хорошо, а улавливаете ли вы тренд, вот если опять же... Смарт Страйк это... Хорошо, хорошо, да. Кенайс, Керлин, в смысле. Нет, нет, ну от Кенайса, еще раз повторяю, правильно Жень сказала, это первая ставка. Пока еще, собственно, только приглядываются к нему. Но и будучи двух лет, Рич Страйк ничего такого не показал. Его то с зеленки переводили на все погодку, потом он один раз проскакал, кстати говоря, в Черчилл Даунс, где занял первое место, на это никто внимания не обратил. В общем, будучи двух лет, он ничего не показал. И посмотрите, кто из двух леток от Кенайса что-то показал в прошлом году. Никто. Ну сейчас еще слишком рано говорить, потому что все-таки Кенайс сам был довольно тихоходный по американским меркам, он сталкер ярко выраженный. И его дети тяготеют к определенной позднеспелости. Я не утверждаю, что он станет выдающимся производителем, но то, что он уже вписал свое имя в историю породы, свою кличку в историю породы, очевидно абсолютно. Безусловно. Ну и с этим нас, конечно же, ожидает очень интересно. А мог бы в России продуцировать, кстати. Да. Кенайс. Предлагали его купить, не захотели никто из наших владельцев. Еще тогда, еще до победы в Траверсе. Естественно, после того, как он в Траверсе обыграл Фроста да и Американ Феру, понятно, что там уже... А можно сказать, сколько стоил? Миллион восемьсот. Ну что же, друзья, да. Будем следить за тем, как развиваются события и за рубежом, и у нас. Будем отслеживать, как проведет следующие свои скачки Рестрайк. Пожелаем ему здоровья, в первую очередь. Ну и нас ожидает интересный Прикнос и Бельмонт. Ну и, собственно, тоже будем следить, в том числе, через нашу программу. Коллегам, спасибо большое за интересный рассказ и аналитические знания. Готовимся к московским скачкам, о которых поговорим завтра. Ну что же, друзья, оставайтесь на нашем канале. Это всегда полезно и интересно. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова